Грубо говоря, то яблочко, которое мы видим сейчас, оно не то что хочет, чтобы его съели, оно просто человек путём селекции сделал его сладким, чтобы его есть. А то яблочко дикое, из которых произошли когда-то яблоки, оно было очень мелкое, кислое и невкусное, и оно, в общем-то, никто его особенно не хотел есть. В целом, есть такой момент, что некоторые плоды, они действительно вкусные и сладкие, чтобы кто-то птица или животное съела и разнесла семена на какие-то дальние пространства. Но это происходит не так часто, и это ещё, опять же, нужно, чтобы какое-то конкретное животное, а не все подряд его съели, и желательно, чтобы семечки в процессе съедания не переживали, потому что иначе какой смысл от этого. Но если мы говорим о растении, там, не знаю, капуста, да, ну кому надо, чтобы капусту ели? Вот если человек съел капусту, какая-то это эволюционная польза капусты, совершенно никакой. Наоборот, капуста заинтересована в том, чтобы её листья не ели, чтобы она смогла вырасти, дорасти до стадии семян, и чтобы семена потом распространились и так далее. То есть, в принципе, любое растение синтезирует огромное количество химических веществ, которыми оно может, не хочет кого-то убить, но как минимум хочет защититься от тех, кто пришел его съесть. Субтитры создавал DimaTorzok